Как вы относитесь к дублёрам? Вы знаете, отрицательно я отношусь к дублёрам. Я полагаю, что это антихудожественный принцип, когда одну роль играют два человека. Я понимаю, что это производственно очень сложно. У меня большие осложнения с моей администрацией по этому поводу. Мы чаще, чем другие актёры, заменяем, чем другие театры, заменяем спектакли по болезни артистов. Но я не могу себе представить, как можно с двумя актёрами сделать, как они могут существовать в одном спектакле. Как они, значит, непременно же один должен быть вогнан, так сказать, в рисунок другого. Потому что он работает на других рефлексах, он другой человек, у него другая реакция. А стало быть, всё построение должно меняться, если быть последователем нашей методике. Значит, нужно идти просто на заведомый компромисс. Конечно, мы идём на некоторых случаях на заведомые компромиссы. Но, вы знаете, я даже предпочитаю скоропалительный ввод в одни сутки, где присутствует нерв, где присутствует момент вдохновения, который как-то выручает. Чем такой деловой служебный ввод назначения на роль, где явно один играет хуже другого и должен существовать только для того, чтобы заменить другого в случае болезни. Но не может состояться спектакль «Мещане» без Лебедева. Не может. Это уже будет другой спектакль. Это не может существовать. А когда мы сделали однажды в Генрихе IV такой ввод, меня вынудили к этому, потому что было огромное стремление публики увидеть этот спектакль, а Лебедев заболел на два месяца, и я тщательно его делал. И всё-таки зайти потом в зал мне безумно не хотелось, когда играл другой актёр. Поэтому я понимаю, что с точки зрения общих принципов, наверное, то, что я говорю, неверно. Но в то же время я не могу быть нечестным в этом вопросе. Дублёрство вещь не от искусства.